Физкульт привет, друзья и ученики! Сегодня поговорим о интригующей теме, интересной теме мышечной асимметрии. Очень много вопросов приходит как от парней, так и от девчонок. От девчонок, конечно, побольше. У девушек эта проблема разные ягодичные мышцы, разные груди. У парней чаще всего это разные бицепсы, разные грудные мышцы. Чуть пореже разные мышцы, широчайшие мышцы спины. Хочу сказать сразу, мы не будем говорить сегодня специально о сколиозе. Это совсем другая тема. Мы будем говорить о обычных людях, нормальных людях, которые не занимаются херней. А вы видели, это вынесено в заголовок, и это не ругательство. Я объясню почему, чуть позже, и что откуда вытекает. Самое главное, что нужно понять, если вы вдруг заметили, что у вас бицепс один больше другого, или имеет разную форму, одна нога больше другого, если ягодичные мышцы разные, это не паниковать. Да, не стоит поднимать панику, не стоит никому об этом рассказывать. Во-первых, это нормальное состояние нашего тела. У каждого человека левая сторона отличается от правой. Одна рука больше, одна рука сильнее, одна рука длиннее. То же самое и с ногами. И даже если вы возьмете ваше лицо, уши ваши отличаются друг от друга. Если вы разделите линии лицо пополам, а сейчас еще есть такие программы, и на компьютере просто попытаетесь соединить две левые половинки, или две правые половинки, вы будете шокированы, насколько другой человек будет перед вами, что в одном, что в другом случае. Асимметрия – это нормальное состояние. Не стоит паниковать. Сегодня я вам расскажу, что можно делать, что нельзя делать, потому что в интернете столько чуши по этому поводу. Во-первых, не стоит заниматься херней. Хер – это не ругательство. Когда наш алфавит еще назывался азбуки, веди, глагол, хер – это было обозначение буквы Х. И когда кто-либо исправлял, делал какие-то поправки, зачеркивал в тексте, это называлось херить. Что такое заниматься херней? Это было обозначение, название тех, кто косил от армии. И преимущественно это было только среди богатых людей. Только богатый вельможа мог оплатить доктора, который ставил такой диагноз. Почему называлось именно страдать херней? Потому что херня от латинского переводится как «грыжа». Да, в те времена закосить от воинской службы можно было с помощью межпозвоночной грыжи. И это называлось «заниматься херней». В нашем случае, если мы будем сейчас говорить о том, что не заниматься херней, это в первую очередь следить за тем, как мы ведем себя в жизни. Когда сидим, ровно ли мы сидим. Многие любят сидеть, поджав под себя ногу. Или поставив вообще одну ногу на стул. Искривляются. Это приводит к серьезным заболеваниям, таким как сколиоз. И если вы ответственный родитель, следите за тем, как сидит ваш ребенок. Мой брат, когда был подростком, тоже попал в такую ситуацию. Когда мама отвела его к доктору, доктор его осматривал и начал говорить, какие у него изменения, как он выглядит. То мой брат почти что потерял сознание от того, что говорил ему доктор, и от последствий, которые могут быть. Сколиоз это очень страшное заболевание. И если он появляется, практически избавиться от него уже невозможно. Поэтому не усугубляйте сами состояние асимметрии. При сколиозе асимметрия страшная. Но мы говорим о нормальной физиологической асимметрии нашего тела. Мы с вами выяснили, что сидеть, стоять всегда нужно ровно. Ходить. И если вы хотите как-то повлиять, как-то исправить ситуацию, если вы видите, к примеру, что ваша грудная мышца левая больше, чем правая, или имеет какую-либо другую форму, ни в коем случае не стоит делать такой херни, как, к примеру, жать штангу лёжа, при этом навешивая на 5-10 килограмм больше с одной стороны. А такие рекомендации я встречал даже на Спорт Вики. Понимаете, это полный... Не хочу ругаться. В общем, полная херня. И не нужно страдать хернёй. Не стоит также делать упражнения одной рукой, когда другая часть не работает. А вот таки работать гантелями, а не штангой, будет полезно. Занятия будут полезными. Нужно подтягиваться, отжиматься от брусьев, делать как можно больше упражнений с собственным весом. Отлично подойдут ремни, лямки, ТПХ. Сейчас чего только нет, чего только не придумывают. Конечно же, нужно приседать, делать тяги. Но, если у вас какие-то серьёзные проблемы со здоровьем, повторяюсь, это отдельная тема. Но, когда вы будете набирать общую мышечную массу, вы будете замечать, что эта асимметрия всё меньше и меньше заметна. Но, если вы посмотрите на профессиональных выступающих бодибилдеров, вы увидите, что асимметрия у них тоже выражена. Но, если на это обращать внимание. Многие не замечают, но тот же Арнольд, Ронни Коллиман, любой другой спортсмен, знаемый вами, неузнаваемый, всегда знает свои сильные и слабые стороны. И поэтому применяет, принимает при позировании ту позу, в которую наиболее выгодно смотрится. А как вы думаете, профессионалы при всём том, что они делают, что они колят, что они используют, если бы было возможно исправить форму мышц, исправить асимметрию, то они бы это делали. Но нет, они поворачиваются к вам правой стороной, если у них грудная мышца больше при позе грудь сбоку. То же самое бицепс, то же самое трицепс. Со спиной чуть посложнее, если ярко выражена асимметрия мышц. Но ничего сделать нельзя. Почему происходит асимметрия? Всё дело в том, что мышечное сухожилие крепится к кости по-разному. Обратите внимание на Арнольда Шварценеггера, всеми нами известного, любимого. Он принимает позу двойной бицепс, всегда с определенной стороны. Когда, к примеру, первая рука, которая ближе к фотографу, та, которая больше. То же самое с трицепсом. Один бицепс Арнольда был более ярко выражен именно пиком. И если вы думаете, что какие-то упражнения могут вам поднять пик бицепса, то вы ошибаетесь. Если генетически в вас это не заложено, вы это не сделаете. Можно изменить форму мышц только одним путем. Увеличивая её массу. Всё. Других корректировок нет. Конечно, форма мышцы уже зависит от наличия жира в вашем организме. Но всё это тоже никак не повлияет на форму и асимметрию. Не переживайте, ребята. Тренируйтесь. Продолжайте селенаправленно увеличивать вашу мышечную массу. Девчонки, приседайте. Приседайте глубоко. В широкой постановке ног. Если вы вдруг заваливаетесь вперёд, то значит, ваша стойка недостаточно широка. Или широка, как по-русски правильно будет сказать. Обратите особое внимание, что для девчонок больше подходят именно приседания в стиле пауэрлифтинга. Когда ноги широко расставлены, носочки смотрят в стороны. Когда вы садитесь, коленки уходят в стороны по носкам больших пальцев ног. И грамотные, профессиональные пауэрлифтеры говорят об этом постоянно. Учитесь открывать, раскрывать пах. Приседания. Невозможно это сделать при узкой постановке ног. Узкая постановка ног хорошо подходит для бодибилдеров, которые хотят целенаправленно увеличить именно квадрицепсы. Девчонкам необходимо же наоборот увеличивать ягодичные мышцы и мышцы бицепсов бедра. Это возможно сделать только в широкой стойке. Никогда об этом не забывайте. Ни в коем случае не делайте, как сейчас распространено среди фитоняшек, делать становые тяги на одной ноге, что-либо еще на одной ноге. Я крайне не советую делать это никому. Ни со здоровой спиной, ни тем более с больной. Смотрите мои видео. Вы знаете, что у меня были серьезные боли от межподвуночных грыж и протрузий. Доктора лечили меня, лечили три года и чуть было не загнали в могилу. Мне становилось все хуже и хуже. Пока я самостоятельно не стал изучать эти вопросы, не стал развиваться в этом. И не скажу, что изобрел свою гимнастику, но составил ее из разных упражнений. В основном взятых из йоги. И сегодня я спокойно играю в хоккей, приседаю за 200 килограмм, тяну за 200 килограмм. Это все я говорю для тех, кто только наткнулся на мой канал и для него это первое видео. Для моих постоянных подписчиков известно, это уже давно. Есть гимнастика специальная, есть статьи, в которых я показываю, рассказываю, как нужно грамотно избавляться от проблем с межподвуночной грыжей. Самое главное, конечно же, гиперэкстензии. Не путайте с экстензиями спины. Когда ноги закреплены, а корпус наклоняется, это экстензии спины. Гиперэкстензии изобрел великий полклифтер, который тоже получил травму спины. Это когда корпус неподвижен, а вы поднимаете ноги. Самое главное, работать медленно. В позитивной и в негативной фазах. Самое главное, не работать на усиление боли. Нужно начинать делать упражнения, даже когда у вас есть боли. Но ограничивать себя тем участком амплитуды, когда ваша боль постоянная или когда ее нет. Но не заходить за рамки, когда усиливаются боли. Это очень важно понять и прочувствовать. Ни в коем случае не ходите к мануальщикам. Не спрашивайте почему. Не ходите к мануальщикам. Просто приведу один факт. Самый известный костоправ, если можно так сказать, это Касьянов в России. Очень грамотный специалист. У меня отец всю жизнь страдал со спиной. Были такие у него страшнейшие боли. Он по полгода мог лежать в кровати, не вставать. Просто из-за резких, непрекращающихся болей. Он ездил к Касьянову. Касьянов ему действительно помог. Я смотрел интервью на Первом канале с самим Касьяновым. И когда ему задали вопрос, кому бы он доверил свою спину. Ответ его меня поразил. Он сказал, что он не доверил бы свою спину никому. Даже самому себе. Это настолько тонкая грань, что вам могут либо помочь, либо посадить в инвалидное кресло. И ни в коем случае не соглашайтесь на операции. Операция только отсрочит вам боли. Все проблемы после операции в 98 случаях по статистике возвращаются к вам. Лучше займитесь собой. Вернемся к асимметрии мышц. Я думаю, вы и мальчишки, и девчонки поняли, что это нормальное состояние нашего организма. Ни в коем случае не нужно делать односторонних упражнений, когда вы работаете одной рукой или одной ногой. Ни в коем случае не нужно навешивать со стороны штанги больше веса. Если вы считаете, к примеру, что ваша левая грудная отстает или левая нога. Ни в коем случае вы только сделаете хуже. А вот перейти, повторюсь, работать с гантелями, это будет очень хорошо. Сейчас очень много блочных устройств, которые имеют два независимых тросика. Вы можете делать горизонтальные, вертикальные тяги совершенно свободно каждой рукой. Никогда один общий трос, одна рукоять и вы тянете на себя. Нет. Каждая рука независима. Если вы испытываете какие-то проблемы с межпозвоночными грыжами, с протрузиями, работайте в таком диапазоне повторений 12-15. Это позволит целенаправленно прорабатывать мышечные группы. При этом веса будут некритическими. Ухудшать состояние вы не будете, будете только улучшаться. Научитесь концентрироваться на упражнении. Научитесь чувствовать упражнения каждой мышечной группой. А постепенно каждым мышечным волокном. Конечно, я утрирую, но тот, кто уже не первый год занимается, понимает, о чем я говорю. Иногда нужно найти вот эту золотую середину. Баланс между рабочим весом и чувством работающих мышц. Не забывайте также о важности периодизации на все типы мышечных волокон. Ни в коем случае не тренируйтесь линейно. Это самая глубокая ошибка, которую вы можете совершить, в которой вы можете погрязнуть. Это убивает и центральную нервную систему, и тормозит ваш прогресс. В перспективе вы упрётесь лбом в стену, выйдете на так называемая плата, из которого будет крайне сложно выйти. Если же вы придерживаетесь периодизации, основанной на различных типах мышечных волокон, вы никогда не упрётесь в стену. Вы никогда не выйдете на плата. Естественно, это после того, когда вы отзанимаетесь примерно года два по силовым программам, которые описаны в моих статьях, ступени. Это четыре ступени, рассчитанные непримерно на два года. Каждая ступень имеет тесты, по которым вы сможете понять, что вы уже закончили очередную ступень, и вам пора переходить на следующую. Не игнорируйте это. Друзья, сохраняйте позитив. Не акцентируйте внимание на том, что какая-то мышца больше, какая-то меньше. Чем меньше вы будете об этом думать, тем легче вам будет жить. И поверьте мне, никто не видит этой асимметрии, кроме вас самих. Никто из окружающих. Даже ваша девушка или ваш парень никогда этого не заметят, если вы не будете обращать, акцентировать на этом внимание. Конечно же, если это не очень ярко выраженная асимметрия, которая может быть вызвана каким-то генетическим заболеванием, или тем, что вы неправильно сидите, неправильно живете. Помните всегда, что большой спорт – это не здоровье. Здоровье – это грамотный подход к своему телу, к своему питанию, к своему отдыху, восстановлению и к своим тренировкам. Когда вы занимаетесь на результат, не думайте о здоровье, потому что это две разные вещи. Хотите улучшать здоровье – занимайтесь физической культурой. Если вы спортсмен, пытайтесь соблюдать технику, пытайтесь как можно более грамотно придерживаться режима дня, чтобы сохранить здоровье. Но, повторюсь, спорт и здоровье – это две разные вещи. Получился такой выпуск, в котором мы затронули много разных тем. И еще раз скажу, не парьтесь по поводу асимметрии. У всех у нас с вами одна нога больше, другая короче, одна рука сильнее, другая больше. Все мы разные. И все в этой вселенной имеет асимметрию. Нет ничего симметричного. Увидимся в тренажерном зале. Не забывайте писать комментарии с вашими вопросами на это видео, на другие вопросы. Именно в комментариях. Я на все комментарии обязательно отвечаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова